Агрессия Присущ человеку и он неотъемлем. Это одна из базовых эмоций, которые присущи человеку. Такие же, как радость, печаль, грусть. Агрессия в переводе с латинского — это нападение. Но нападение может быть в подростковом возрасте вследствие какой-то защиты, либо вследствие самоутверждения, что является одним из новообразований подростков. Пубертатный период — это половое созревание, в котором гормональные изменения очень ярко выражены. И такие гормоны, как кортизол, адреналин, они очень зашкаливают у подростков. И порой бывают они очень агрессивны в этих состояниях. Какое-то время назад, наверное, я бы сказала, что мальчики более агрессивны. Но сейчас, как показывает практика, девочки тоже проявляют достаточно много агрессии. И не только физической, но у девочек в основном косвенная агрессия, вербальная агрессия. Хотя и физическая тоже есть. Мальчики, самоутверждаясь, они стараются кто-то использовать спорт, кто-то какие-то другие виды деятельности. И каждый раз я, конечно же, говорю и родителям, и нашим детям о том, что нельзя самоутверждаться за счёт слабых. Как-то использовать это в своих методах. Хорошо. А вот есть такая ситуация, когда происходят, скажем так, жестокие разборки, показательные, когда один забивает другого, остальные кружком выстраиваются, смотрят, подначивают и снимают на видео. Вот почему это происходит у нас? Это на публику работа или действительно конфликт между, а тем просто интересно? Дело в том, что вообще, как мы любим говорить о том, что должны быть лидеры в классе, в коллективе. Но есть как положительные лидеры, так и отрицательные лидеры. Человек, который забивает, например, как вы говорите, другие смотрят, он пытается самоутвердиться, показать, какой он, какой он сильный. А остальные, смотря на всё это, они, так скажем, пытаются поддаться этому лидеру, как-то проявить себя, что они за него, так как принадлежность к группе для подростков очень важна. Хотя бывают такие ситуации, когда происходит конфликтная ситуация, и начинаешь разговаривать с теми ребятами, которые были вот как раз таки теми, кто снимал, кто был в стороне, но просто наблюдал и ничего не сделал. Они говорили о том, что они испытывали очень страшные чувства, не хотели, чтобы это происходило, но страх, бывает, переполняет. Хорошо, то есть не все этому рады, получается, некоторые просто боятся как-то вмешаться, да? Понятно. Вообще, как в подростках зарождается жестокость? В каком это возрасте происходит? Может, это с детства происходит? Как она растёт, скажем так? Тут, конечно же, не сказать какого-то одного фактора, который способствует зарождению жестокости. Их, наверное, очень много, и в каждом случае это будет свой какой-то фактор. Где-то это семья, где-то это отношения сверстников, беспомощность со стороны взрослых. То есть здесь однозначного ответа такого не сказать. А для родителей что является сигналом? Как может понять, что его ребёнок склонен вот к таким, скажем так, показательным дракам, к подавлению, к агрессивному поведению, к нападению на других детей, взрослых? Ну, я думаю, взрослый сразу же поймёт, и учителя, и родители, они видят, конечно же, что ребёнок склонен к агрессии, когда он может психовать, бросать, кидать что-то, очень негативно быть настроенным на других детей. И здесь главное взрослому не заразиться этой агрессией, потому что агрессия вообще очень заразительна. Главное спокойно относиться к ребёнку, его успокаивать в эти моменты и давать какую-то паузу. Хорошо, есть такие дети, по которым сразу видно, они ведут себя соответственно, да? А есть так называемые дети тихий омуток. Вот они же тоже могут проявлять агрессию, да? Да. Чья агрессия страшнее? Эта агрессия называется косвенной. И они, сдерживая какие-то эмоции, либо эти эмоции были им когда-то запрещены, что тоже немаловажно, когда ребёнку очень часто запрещают эмоцию, говорят ему о том, что нельзя злиться, злиться плохо. Эта эмоция должна, конечно, выходить, прорабатываться, но с помощью других каких-то моментов. И косвенная агрессия, она, конечно же, тоже бывает достаточно страшной. То есть её выплески гораздо могут быть даже масштабнее, серьезнее, да? Да, конечно. Понятно. Вот ещё один такой вопрос. Одно дело, когда назревает конфликт долгое время и происходит разборка, да? А другое дело, когда и конфликта-то нет, да, но, скажем так, вот подростки просто ловят слабых людей, инвалидов, бомжей, и просто начинают их цеплять, и потом бьют и просто убивают. Вот это как объяснить? Вот в основном это объясняется употреблением наркотических веществ, алкогольного опьянения. Это всё в статистике говорится о том, что такие очень страшные вещи происходят вот именно в таком состоянии, когда подростки находятся вот в этом состоянии. И они могут уже не контролировать себя, избивая других беззащитных людей-инвалидов и людей без местожительства, также выдавая свои внутренние вот эти вот неконтролируемые чувства, когда, находясь в таком состоянии, случаются такие вещи. Понятно. То есть подростки агрессивные, если они ещё под воздействием веществ, они очень опасны становятся. А вот что делать, если ребёнок стал жертвой агрессии? Родителям вмешиваться или пустить всё на самотёк, и они сами как-то разберутся, навредит ли вмешательство родителей в этой ситуации? Что делать? Дело в том, что тут зависит многое от возраста, конечно. Если мы говорим о младших подростках, а это 9, 10, 11 лет, то, безусловно, вмешательство родителей здесь, конечно же, нужно, потому что ребёнка постоянно, если цепляют, да, конечно, постоянно его как-то травят, это, естественно, ребёнок покажет. Естественно, возможно, включится психосоматика, ребёнок не захочет идти в школу, либо он начнёт болеть, причём болеть серьёзно, то есть на самом деле будет температура. А подчинка, это температура, да, может быть, симптом такой? Да, конечно. Может быть температура, и будет не хотеть идти в школу, и эти признаки сразу же, конечно, родители начинают их тревожить. Если ребёнок уже стал жертвой какой-то агрессии, нападения, вот именно вот если говорить про младший возраст, то, безусловно, здесь нужно подключать и учителей, и родителей, тех детей, которые это совершают. Ни в коем случае нельзя родителям самостоятельно разбираться с детьми, которые преследуют вашего ребёнка, потому что сейчас это абсолютно неприемлемо и законом наказуемо, конечно. А старший возраст? Старший возраст, подростки также показывают эти вот какие-то маркеры, да, о том, что им плохо в школе, о том, что их обижают, но зачастую они не говорят об этом, так как они боятся какого-то дальнейшего преследования или обзываний, той же вот косвенной агрессии, либо физической, и они чаще всего это скрывают, пытаются как-то сами вырулить, так скажем, ситуацию, но тем не менее… Они начинают на родителях как-то срываться, может быть? Как это распознать всё равно, что у них происходит? Они могут приходить домой, закрываться в комнате, не общаться. Когда раньше приходил ребёнок, мы, ну, общались, всё было хорошо, и сейчас он приходит, он плачет, например, и не объясняет причину. Здесь можно уже как-то наблюдать это всё. И, конечно же, не настойчиво лезть в душу ребёнку, потому что иногда нужно какое-то время, вот, но главное тут такой моментик поймать, чтобы не упустить это время, чтобы это не затянулось. Понятно, а кого подключать в этом случае? Если у ребёнка такое состояние, родитель заметил, кого подключать? Конечно же, снова родители тех детей, которые нападают, агрессируют. Конечно же, родители, конечно же, классного руководителя. И там уже заместители директора по воспитательной работе. Хорошо, понятно, вот у нас сейчас в школах есть должность школьного психолога. Какова его роль? Это первая часть вопроса, и сразу вторую часть задам. У нас хотят вести практику медиации. Так вот, что это такое, как это будет происходить? Давайте начнём с психолога, а потом к медиации перейдём. Хорошо. Педагог-психолог — это человек, который берёт на себя, ну, так скажем, такую достаточно серьёзную работу. Туда входит и диагностика, и профилактика, и выступления на родительских собраниях, и выявление каких-то трудных детей, выявление детей с интеллектуальными нарушениями для того, чтобы сразу же им помочь адаптироваться. Что касается конфликтных ситуаций, психолог тоже помогает, тоже дети приходят к нему на консультацию, также родители могут прийти, чтобы как-то помочь ребёнку. Школьная служба примирения, в скобочках, так скажем, медиация, сейчас очень активно распространяется в Свердловской области. Наша школа является пилотной площадкой школьной службы примирения с 2016 года. Я являюсь руководителем этой школьной службы в моём составе, так скажем, пять старшеклассников, с которыми мы проходим практики, с которыми мы обучаемся бесконфликтному общению, и дети помогают другим детям учиться бесконфликтно общаться. У нас есть день коммуникации в школе на всех параллелях с 3 по 9 класс. Я знаю, что конкретно в вашей школе нет таких, скажем так, сложных случаев, но тем не менее, какой-нибудь случай из практики, в пример, можете привести, где получилось предотвратить или разрешить конфликт? На самом деле, вот достаточно таких серьёзных случаев, которые касались бы прям правонарушений, связанные были бы с комиссией по делам несовершеннолетних, у нас нет. У нас нет ни одного ребёнка, который состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Но есть такие случаи, когда дети сами приходят в нашу школьную службу примирения, обращаются за помощью. Ну, так скажем, это банальные случаи для взрослых, возможно, но для них это очень важно, это очень важно им пережить эти конфликтные ситуации. Например, изначальной школы, есть такая практика, когда дети приходят изначальной школы, интересы их начинают меняться. И когда две подружки были очень близки в начальной школе, у одной из них появляются другие какие-то интересы, ей хочется общаться с другими девочками. И, естественно, начинается ревность, какие-то обиды. И вот девочки в основном приходят на такие темы, мы обсуждаем, общаемся, как-то выравниваем отношения. То есть вот... Хорошо, практика анонимных сообщений у вас не вводится. Да, у нас эта практика есть, но у нас, так скажем, анонимные они наполовину, потому что как мы можем помочь, если мы не знаем, кто является участником этого конфликта. Мы придумали с Натальей Александровной Власовой, она помогает мне в этой школьной службе примирения, она учитель русского языка и литературы. Ящик, ящичек мы ставим как почтовый ящичек, и ребята туда кидают записки, в которых пишут какие-то свои проблемы, какие-то свои пожелания, желания, вот связанные с устранением конфликтов. И потом наша школьная служба примирения на общем собрании, так скажем, в столе рассматривают эти ситуации. И мы назначаем время, ребята приходят, и старшие ребята им помогают. Главный, конечно, момент вот в такой работе, это конфиденциальность. Конфиденциальность старшеклассники это, конечно, усвоили на отлично. Хорошо, наверное, вот это как бы и послужило тому, что конфликты не назревают и не выходят на такой уровень выплеска агрессии. А они как бы разрешаются в самом начале, и все происходит спокойно. Спасибо большое. Надеюсь, что ваш опыт вашей школы будет введен и в других образовательных учреждениях. Я напоминаю, что в гостях у нас была школьный психолог Светлана Денисова. Всего хорошего.